внимание друзья начинаю запись какую запись сейчас увидим вот итак перед вами книга которая выпущена была в бумажном варианте под названием записка зачарованного сибирского садовода напоминаю что изменилась тенденция все больше желающих особенно первой половине более молодой человечества не читать не напрягать мозги а слушать поддаюсь этому призыву эту тенденцию и делаю следующее сейчас я гляжу запись идет идет и сейчас я с вами продолжу книгу которая будет называться уже аудио книга аудио то есть вы будете что-то смотреть но и слушать это новое очень важное и никуда от этого не деться идут на поводу три серии снятых я их называю не сериями не главными а частями вот и четвертая часть продолжаем еще раз говорю фактически это репортаж самого уникального родной сада который не имеет равных на всей северной половине планеты продолжаю и так просто читаю слух под двое мазык на тема маратойке под двое фундамент сада под двое не те решил я вот хуже всего обстояло дело с культурными грушами все что предлагал местный рынок на сотни километров на запад и на восток было несъедобно или почти несъедобно обнаружил в заброшенном саду десятки старых груш фушу риских с ежегодными сумасшедшими урожаями вот они долгожданные под двое результат произошел все ожидания экзамен молодой грушевой сад 3-5 поколений поколений и сортов мировых стандартов сдал после последней 40 градусной бесснежной зимы большинство садов груш ее не заметила и дал обычный урожай фото страница 22 это победитель международных корпусов груши нарядная филова у меня сейчас есть фотографии там где сразу 20-30 ведер на дереве ну сами знаете уже прошли годы когда была написана эта книга спасибо старушке соседке и супер моростойке под двое сибирки сибирки то яблони ягодные перестали для меня быть проблемы спасибо не веду у меня садоводов которые завезли бог знает когда сливы китайские в скобках уссурийские и под двое для роскошных южных слив тоже перестали быть проблемы для южных вишен и черешин на моростойке под двое тоже нашелся им оказалась сибирская штамбовая вишня название условное сам сочинил бывшая владимирская завезенная незапамятное времена еще столыпинскими переселенцами задолго жизнь сибири слегка одичала потеряла крупность и вкус плодов в качестве моростойкого под двое уточняю для крупноплодных вишен и черешин не имеет себе равных ее родственники кустарники вишня степная войлочная и песчаная для мощных высокорослых вишен и черешин под двоем служить не могут ну добавлю на всякий случай прорывайте если нет настоящих штамбовых вишен прорывайте на полу пустарники мало ли вдруг что-то получится глава следующая на дачном участке тесно сказать что все шло гладко нельзя решала традиционная многовековая технология впереди была большая работа впервые за всю историю руси бесплатно раздавали землю будущим фермером и в 1992 году прошло 30 лет начался новый этап жизни правда сделать было так чтобы лучшая земля оставалась за развалившими колхозами а не годная фермером но горожанам вообще давали отлуп и почему-то вопреки закон отправляли председателям колхоза договариваться ну договорился тогда потребовалось чтобы я горожанин и металлург сдал экзамен по садоводству бегом библиотеку обложился книгами для студентов вузов и техникум оказалось начинает надо сворачивание защищаясь от ветра живой стенки из дикоросов а это сколько лет надо затем надо внести минеральное удобрение полный набор и перепахать все пеньга затем разобрать только аронированные привитые саженцы в государственных плодопитомников это тогда когда все развалилось и уже это тем более кому нужны невкусные плоды а это была такая знаете как середички полусъедобная ну если я буду говорить на эту тему вот короче надо было думать самому вот и выживать самому без помощи науки без помощи питомников результат экзамен сдал но все делал по-своему удобрения вносить не стал зачем отравлять живую почву перепахивать не стал зачем калечить живую почву уже тогда у меня появились крамольные мысли о том что здоровье и морозостойкость плодовых деревьев зависит в первую очередь от состояния нетронутой плугом и лопатой почвы нетронутой то есть от жизнестойки к жизнедеятельности всего подземного царства тережка земли высыпанная сверху дерна и уже в ней небольшая ямка строго по размеру расправленных корней осенью завез из тайги буквально рядом 1650 готовых саженцев подбавивших берег и сразу посадили на постоянные места плюс питомник для выращивания замены неизбежного роста и просяжа север не было техники для полива и первые годы мы с напарником закрыли приствольные округи кусками старого рубероида под ними было сыром засуху и теплее бесснежные морозные дни но под рубероидом развились мыши поэтому обертывали штамбы саженцев кусками штамбы того же рубероида к сожалению используя для этого стекло ткань догадался много позже а дальше никакой самодеятельности поехал знакомиться с настоящими профессионалами из Соботинского ГСУ ГСУ это госсортоиспытательный участок с супругами бойковыми им не до меня погибает слишком большой и скоропортящийся урожай слив все бегут с ящиками а я непрекаянно брожу по сану попробовал грушу северянку неплохие плоды с изумлением смотрел на огромные урожаи яблок сорта пипиншафраны множество обломанных веток не выдержавших нагрузки уехал ни с чем но зимой вернулся ученые агрономы зауважали нас когда узнали что мы теперь настоящие фермеры с документами и с 5 гектарами земли и предложили видеть черенков лучшее что у них было а именно сорта яблок жигулевская северный сенап аппорт алматинский и кое-что еще от кое-что еще и отказался так как в душе уже горел огонек селекционера хотелось в идеале иметь пол сада по принципу каждое дерево другой и неведомый сорт но фермерское хозяйство это еще и расходы а доходы где-то там вдали надо было решить множество проблем место считалось пропащим красивейший остров примыкающих в шушенской стороне а через Енисея во всей красе город Сианогорск выкопали колодец ура 2 до 6 метров а значит загнивание корням не грозит доль всех длинных рядов деревьев прокопали канавы а речная система полива а вода рядом Енисея еще со школ я знал что речная вода живая а колодец знает так себе первые годы донимали витра ломались падали самые мощные саженцы даже подвязанные коем приспосабливался привался ниже и ниже ежегодно укорачивал верхушки и скелетные ветки деревца получались приземлистые коренастые с толстым штабом и толстыми скелетными ветками и чем ниже привал тем рослее и скреплоднее становились деревья ветер конечно же враг номер один но неожиданная компенсация это густой иник покрывавший деревья в тихую погоду и не дававших им их усушить морозы так что выражая мы дождались 2 воды пришло пришли негаданно напарник талантный инженер сделал карьеру и перевелся в Москву а я все ко времени больших урожая полностью потерял интерес к обеду фелекция целиком захватила меня сдал процветающий сад в аренду и ближайшей весной 2005 год он сгорел кто-то поджег траву все клятвы арендаторов о противопожарной спашке и охране остались на бумаге в ту злосчастную ночь они сладко спали в городских квартирах сгорели все деньги потраченные на технику постройки выращивание сада заработанное в Санском алюминиевом заводе сгорели и будущие миллионные доходы оставшаяся сотня обгорелых ножевых деревьев еще несколько лет давала без ухода и полива подчеркиваю большая урожая яблок и что интересно именно крупных отборных яблок фото страница 26 вот объясняю тем вот она объясняю тем это объясняю это тем что корни достигли бодонастного слоя именно этот пример я использую когда критикую в печати борьбу научных кругов с центральным корнем по научному пикировке вот а изувеченная ампутация центрального корня деревьев называю ампутация остались уникальный опыт наблюдения и своя технология раз не умер от инфаркта надо было быстро превращаться в селекционер уже без кавычек и так следующий шаг селекция по-железовски в дальнейшем читайте внимательно так как сейчас вы поймете что полносящий сад продолжался за 3-4 года уже имея самые растойки в мире по двое придя в себя после трагедии взял в руки топор и пилу вырубил на дачном участке в деревне Красный Хутор 25 соток почти все старые полносящие деревья первых поколений тех сортов то были во многих садах оставил бесценные деревья то давали мне семена для выращивания сверхморозостойких по двое абрикосы манчурские сливы китайские груши уссурийские вишни сибирские сверхзадача раз суждено остаться бедным то выращу лучше в Сибири а затем и в России в сад начал с того что посадил семянный костик и выросл севинцы а культурные приводи сад то сгорел нарезал ветки культуры садов в садах моих друзей с кем ранее поделился своими клонами заметьте не сортами мои личные клоны затем жесткая выбраковка уже однолетних севинцев оставшийся привил лучший из лучших оставил навсегда на месте в этом ценность остальные продал ради хлеба насущного или поменял на черенки новых сортов отовсюду. На другой год срезал черенки не с матовских деревьев, а с нового поколения. Внимание! Повторяю. На другой год срезал черенки не с матовских деревьев, а с нового поколения. Привел еще одно поколение сельцев. Опять оставил на месте лучший из лучших. И так до 3-5-7 раз. С каждым поколением. Однолетние сайенсы становились в Сарасии надежнее климатическим аномалием. И в большинстве случаев давали устойчивый урожай. Друзья подсказали оригинальное название этого метода. Наслоение метода. Я сейчас отрекусь в каком плане. Здесь книга. И понятно, здесь бумажная книга, здесь вы видите. И здесь очень мало фотографий. Чтобы... Вот смотрите. Сад сожгли в 2005 году. Повторный раз сожгли. Я уже часть пытался восстановить. в 2008 году. И вот сейчас я вас в 2007 год отправляю. Давайте зайдем и посмотрим. Вот. А это уже, кроме нескольких фотографий, это уже дачный участок. Вот мы смотрим. Где, 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 где. Вот он. 2007, 2008, 2009, 2010 год. То есть между двумя пожарами. Я не буду все показывать. Вот. Но 90% фотографий. Десколько из чужих садов. 90... Здесь много учебных фотографий. Обратите внимание. Вот. Видите? И в основном все, все остальное мое. Давайте посмотрим, какой год. Так. 2007. Кстати, вот эти вот, видите? Я только на воду мышкой. Что я вижу? 2007. 2007. Я вам показываю, что у меня росло на даче раз. Что фотографии подлинные. Почему? Сказать? Вот видите? Вот это фотография Амура. Тогда сорта были достаточно скромные у меня. 2007 год. Еще раз. Это дача. Вот. Это Амур. А фотография-то украдена столько раз. И я хочу, чтобы немножко разбавить этими фотографиями вот этот нудный, скучный рассказ, пересказ самой книги. Так. Вот. Видите? Видите? Вот эта фотография многократно украдена. Вот. Например. Да? Вот. Вот эта фотография многократно украдена. Я почему так говорю? Вот эта многократно украдена. Вот. Вот эта многократно украдена. Но вы это практически все знаете. Но все-таки, чтобы не быть голословным, Нет, хотел еще углубиться Дальше, показать Сколько Плодопитомников И это украли, но мы это проходили Я вам все-таки не буду, я вам самое главное показываю А это уже дача Дача, дача, дача Эксперименты продолжались, например Вот Привел на Это как бы расшифровка книги Привел на Сибирку На ягодную Сибирку Яблоню Жигулевская Она дала 9 скелетных веток Я все привил, все прижились Вот так я проводил испытания Видите Это и учился сам И уже начал вас учить И здесь столько всего Я мог бы столько вам рассказать Боженьки ты мой Вот Некоторые фотографии, которые погибли На острове Некоторые И уже просто мне показывать И рассказывать Очень тяжело морально Видите Единственное в мире дерево А его умудрились украсть Эти фотографии Это как раз Химера Настоящая Химера Вот Которая запрещает Расти в садах Все это Ну почему все Вот это вот Назвали Сибиряк Это мой персик А его переименовали Это Хасанский Вот видите Вот это доказательство Что это в моем саду Фотографии А его обозвали Сибиряк И люди думают Ух ты Сибиряк Значит Сибирь растет А я то живу на Урале Я живу Приморье Я живу Ну что Точные у нас Не замерзнет И Южная Царльница Подсовывает Благодаря мне Потому что Воруют безбожно Фотографии Воруют безбожно Ну и таких фотографий Наворовано Очень много Очень Вот это наворовано То есть Многократно воровали Вот Ну и так далее Вот И когда я был в Москве Это знаменитейший сад Я уже лишь раз боюсь Говорить название Самый знаменитый В России сад Я посмотрел Сказал себе Ребята Поезжайте учиться в Сибирь Вот Может быть И сад ваш Преобразиться И будет Вот таким же Вот таким же Вот Все Я показал вам 2001 год Специально Так Вот Идем дальше Вот Теперь Друзья Подсказали Оригинальное название Этого метода Придумали название Метод мой Но придумали Достойные методы На этом не остановился Но выписывал Черенки Из лучших От лучших Садоводов В России Не жалея денег По принципу Только лучше И прошу Кстати Опять Не упрекать меня Что все это наука А вы на готовом Знали бы что такое На готовом Когда ездил В Москву Когда ездил Это Вежевск В чистом Четвертый Подарком От бога Называясь Сверх Сверх Скороплодный Абрикос Манджушки Не просто Сверх Скороплодный У него еще Несколько Других Качеств Есть Это гигант Кроме Моростойкости Огромного Роста И больших Урожая Плодов Он мне уже Больше 20 лет Но сейчас Уже 30 лет Дает косточки Сенец из которых Закладывает Цветочные Почки На четвертый Пятый Год А в отдельных Случа На третий И не поверите На второй Ну правда Это один Такой случай Увы Уважаемые Читатели Конечно Уже догадались Что получается Если совместить Сверх Скороплодные Подвои И приводить С цветочными Почками Получается Возможность Попробовать Плоды После прививки На второй Год А если Не повезет То на третий Год Уточняю Переработе Не только С абрикосами Но и сливами И персиками Использовал Вначале Бессознательно А затем Сознательно Отвертый Один из принципов Доморочной Селевцы Все Подвои Из семян Одного Дерева Все Привои С одного Дерева Которое В свою очередь Начиналось С одной Почки И через Поколение Полная Биологическая Собвестимость Обеспечена А этот Принцип Гарантирует Максимальное Здравие Дерева А значит Максимальное Мерностойкость И Зимостойкость В целом Потом К своему Удивлению Узнал И понял Что Улучшил В кавычках Заодно И принципиальную Возможность Получить И повторить И повторить Потом Субтитивные Гибриды Из этих Гибридов Меня Уже Добивает Якобы Их не Существует Так Чтобы Продлить Век Уже Подмерзающим Южным Сортам На первом Этапе Это Неизбежно Никогда Не наносил Ран на штабе И скелетных Ветках Ну А укорачивание Покорных Веток И верхушек Молодых Дерев Восстанавливает Трех лет Это Вынужденная Мера Иначе Не вырастить Очень устойчивое Комитар Ворожаем Дерево Сам Для себя Вывел Основной Закон Селекции Ничем Не помогать Селекционным Деревам Не укрывать Не утеплять Не лечить Не поливать Не пересаживать Это Единственная Возможность Проверить Именно Этапе На северо-восток Никогда Не трогаю Внимание Ненавистное Для Многочисленных Авторов Публикаций Так называют Волчки Они На Необрезанном Дереве Появляются Только в случае Повреждения В организме Дерево На первом Этапе Еще не видим Визуально Другими словами Волчки Это Фрагменты Будущей Кроны Взамен Поврежденной Или Умирающей Потом Сами Рассмотрите Я сейчас Не могу Подробнее Я провел 184 Вебинара И не могу Закончить Потому что Каждый раз Она что-то Доказывает 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 А просто Поверить Что волчки Это не вредит Они враги Дерево Умирает Крона Помаленечку Это самое Превращается В дрова И нужно Вот тут Отрезать Скоретные ветки И давать Простой Вот этим Вертикальным Волчкам Которые являются Будущей Но ненависть Волчкам Такая Что оставляют Старую Крону Умирающего Дерева Причем это считается Законом Их ненавидят Они окружены Такой ненавистью Злобой Как ничто другое Итак Еще раз Другими словами Волчки Это фрагменты Будущей Кроны Взамен Поврежденные Или умирающие Не формируя Высокий штамп Уничтожая Самые ценные И скороплодные Нижние скелетные ветки Вот И соответственно Не делая Незаживающие Кольцеобразные Раны На штампе И скелетных ветках Превращающиеся Здороводерев В инвалидов С коротким веком Одной из проблем Именно сибирского Садовода Является Короткое Сибирское Лето Так Закончить на этом Прошло Полчаса Давайте хотя бы Эту фразу Закончим Одной из проблем Именно сибирского Садовода Является Короткое Сибирское Лето Любой Начитанный Сибиряк Вроде бы Вовремя Привьет И все Лето С радостью Наблюдает За прекрасно Разрывающими Деревьями Внезапно На сорт Эмигрант Обрушивается Зима А деревья Стают зелеными Листьями Почки не вызрели Кора тоже Нижние Тонкие верхушки Тем более Не вызрели А весной Дерево Не проснулось Еще хуже Вызревает Не успевает Покупные Основцы Пришлось Решать Эту Проблему Ранними Прививками На границе Зима Весна Ранними И конечно же На укорененных Диких Подмоях Уже Укорененных То есть Работа На коленях К тому же Укрытыми Прозрачью Полетельными Бутылками Бутылками Укрытыми Под ними День идет За 2-3 И к осени Возревание Полное Фото 30 Это не оно Нет Фото 30 Наверное Вот это Фото 30 Есть А Страница 30 Да Вот оно Видели Чудеса Бутилок Этот фактор Наряду С уже описанным Выше Увеличением Биологической Совместимости Диких Подвоев И культурных Привоев Перед Паксимально Для конкретного Сорта Морозостойкость И мощный Рост Именно первый Год жизни Моим Четырехмесячным Царинцем Косточковых Винов Ростом 2,8 Метра Десятками Скелетных Веток И сотнями Возназоложенных Светочек Почек Опытнейшей Парсонария Что довольно Давали возраст От трех До пяти лет Своим Фундаментальным Открытием Считаем Возможность Давайте Я на этом Установлюсь Про фундаментальное Открытие Мы поговорим В следующий раз Полчаса прошло Я уже знаю Современное Поколение Даже старше Уже Старше Из-за возраста Среднее Уже так Не научено Напрягаться И долго Долго Читать Поэтому Полчаса прошло И Шахерезада Как говорится Знаменитая Праза Закончила Дозволенная Речь Шахерезада Это я Вот Вот на этом Остановились И это будет Называться Аудиокнига Записки Сибирска Записки Зачарованного Сибирского Садовода Вот И Эти записки Номер 4 Часть 4 Эти записки Мне обходятся Кажется такая серия 2-2 рублей Потому что Я не умею Монтировать Для этого Есть девочка Вот Которая Живет На стипендию Знаете Какую Догадывайтесь Какую Являюсь Студенткой Колледжа Вот И за каждое Такое кино Я плачу 200 рублей Входите Соучаствую 8-960-776-86-72 И вы Присылайте На мою карточку Деньги По этому номеру Телефона Придут на мою Карточку В Горбанках И вы Соучастник Какая-то серия Становится Ваша Пока Идем Ноздря В ноздря Мне присылают Тут 200 рублей Было и 300 И 500 Я тут же Отвечаю Новыми сериями Сейчас я вам покажу Ну, например Так Вот Вот здесь Вот у меня есть Канал Садоводства По железам Вот последняя Две Это мой брат Делал Человек Бескорыстный Вот Я его называю Ангел-хранитель Железова Он тоже Железов Ангел-хранитель Мой Валерий Железов И Архивариус Вот Так он найдет В историю Садоводства А девочка Вот присылает Вот Например Вот Аудиокнига Это вторая серия Вот Третья он еще не сделал Вот Где я возьму 200 рублей Вот так Это То есть Оформление А это тоже работа 200 рублей Не таких Деньги Третья серия Ждет Когда у меня Появится Решение 200 рублей Вот А Мы сейчас С вами Создали Четвертую Напомню 8 960 776 8672 960 776 8672 В чем Кто сказал Есть рублей 50 рублей 30 рублей 100 рублей Пожалуйста Даже это Вклад Даже много Вместе Должны Переломить Все это Все ситуации В стороне Совета Много Книга Уникальная А бумажная Кончается Осталось Несколько Десятков Бумажных Книг Вот с этим Названием Записка Зачем Рома Санавода Ну что Давайте Прощаться Это была Четвертая Часть Как только Появятся Какие-то Деньги То вот Это вот Вторая Часть Тогда появится Третья И сегодня Все четвертая Вот Ну И А потом И пятая И шестая Потому что Мы книгу Только начали Вот Не пропуская Ни одного слова Ни одного абзаца До свидания Друзья До следующей встречи Которая Надеюсь Остается Очень скоро А то что Пусть вам не портит Настояние Вот это вот С протянутой рукой Оно не мое Личное дело Оно нужно Всем раз А во-вторых Никто не заставляет Платить Смотрите так Говорю от души Вот Тем более Что времена Трудные Все Пока До новых встреч Отключаю Трансляцию